День весеннего равноденствия С этого дня начинаются обновления в природе Первый весенний гром, набухание почек на деревьях, буйное цветение зелени Также на весеннее равноденствие приходился День вербы К этой дате она уже должна была распуститься, время вербе осеребриться Ветки вербы приносили в дом и хранили до вербного воскресенья Весной было принято закликать, приглашать, прикармливать И хорошо с этой ролью справлялись жаворонки Непростые печеные Маленькая Лада настоящая мамина помощница И песню споет, и развеселит, и поможет испеть что-нибудь вкусненькое Жаворонки в этой семье не только символ весны Но еще один повод собраться вместе на кухне Не отстает от сестры и Егор Мама увлечения детей кулинарией только приветствует В детстве мне пекла бабушка И булочки в форме птиц, это, конечно, очень мне нравилось в детстве Поэтому, когда у меня родился сын, я сразу же стала с первого года уже печь для него такие булочки Ему тоже нравится И вот уже на протяжении всех лет, когда я мама уже, столько мы печем эти булочки В Архангельской губернии жаворонков называют тетерки В Орловской области – ластовки А в Нижнем Новгороде – воробушки Птичек раздавали детям А те с криком и звонким смехом бежали закликать жаворонков А вместе с ними и весну Нам понадобится дрожжевое тесто Я сделала его сама Мы берем и отрезаем небольшой кусочек И теперь формируем, вот так вот раскатываем колбаску Должна быть она достаточно длинная Потому что сейчас нам нужно из вот такой колбаски завязать один узел Вот, основная работа проделана И теперь из одного конечка мы прищепляем вот так вот носик А второй конечек мы вот так вот прищепляем Это у нас хвостик Теперь ножом Так вот надрезаем Имитируя перышки Теперь нам понадобится изюминка Из нее мы сделаем Глазки И вот так при помощи ножа Их туда вставляем Вот, собственно, и все Теперь можно еще украсить Чтобы было послаще И покрасивее коричневым сахаром И еще можно кунжутом И ставим на противень выпекать Такие жаворонки будут готовы уже через 20 минут Это интересно Приятно А потом, когда ешь, это вкусно Мы печем жаворонков каждый год И мне это очень нравится Весеннее равноденствие Один из четырех главных праздников года В славянской традиции Один из самых древних Считалось, что жаворонки пролетают из теплых стран А за ними тянутся и все прилетные птицы Весна окончательно сменяет зиму А это событие означало, что можно начинать полевые и другие хозяйственные работы Кстати, с помощью таких вот жаворонков на Руси выбирался семейный засевальщик Для этого в печеную птичку прятали лучинку или монетку И все мужчины, независимо от возраста, должны были попробовать И кому доставался жребий Тот и становился почетным семейным засевальщиком И имел право кинуть первую пригоршню зерна во время посева Весна в этом году уже бьет многие температурные рекорды Впрочем, рекорды бьет и природа Готовя настоящий небесный сюрприз Солнечное затмение, суперлуния и весеннее равноденствие Произойдут в один день